Квас 4 литра, про который я чуть не забыла. Вот он мой лучок. Нашёшь лучок и в запас. Хороший лучок. Ещё взяла перцы. Пока не придумала, что буду с них готовить. Но перцы сейчас по 35, надо их наедаться. И морковку. Морковка всегда в доме нужна. А мяки её ещё очень любят. Так, машинка уже закрылась. Ещё раз открываем. Чипок. Всё. И поехали. Привет, Кешка! Даже не знаю, что бы сделать такого с перцем. Я вообще люблю фаршированные перцы, но мои семейные никто не любит это блюдо. Фаршированные перцы они будут есть с неохотой. Не знаю, что. Может быть, какой-нибудь рагу тоже неохота. Надо что-нибудь придумать с перцем. Если у вас есть идеи, кроме лечо, пишите в комментариях. Ну, а если идей не будет, то сделаю лечо. Лечо я просто обожаю. Правда, я не помню, что туда ещё надо. По-моему, помидоры. Ещё что-то надо. Короче, надо будет тогда ехать ещё за доп. продуктами. Ну, главное, перцы урвало. Это уже хорошо. Знаете, чай я люблю. Я люблю маринованный перец, но не умею его готовить вообще. Надо поучиться, правильно? Поучимся вместе. В общем, если у кого есть рецепты, пишите мне рецепты с перцем. Маринованный перец, лечо, что-нибудь такое. И я попробую это сделать. Поехали домой. Чего? Свет. Да? А с моего места уже нет. Папа продолжает тут мострячить батареи. Точнее, батареи он же прямострячил. Он мострячит трубы, да? Да, мострячивать явно будет завтра. А у мамы сегодня самое главное задание – это сделать шашлык. Зачем? Она лежит на раковине. Тихо ты. Она на раковине лежит. Недалеко от плиты. У меня тут ходит Мишка со своим пистолетом. Давай я тебе его завяжу. Все, забыл. Нет, мамина самая главная задача сегодня еще сделать – замариновать шашлык. Лука я привезла много-много. Теперь осталось порезать мясо, нафигачить туда лука, сделать маринад соевый. И все это смешать, чтобы завтра кушать вкусный шашлычок. Да? Ага, Вит. И может быть я сегодня еще что-нибудь поделаю. Вы будете сегодня уборку делать на территории, нет? Будем. Катюнчик у нас сейчас у бабушки. Делает уроки, занимается с ней дополнительно. Они сидят, решают задачи, чтобы ей никто не мешал. Мишка не отвлекал, чтобы Лиза не дергал. Катя подтягивает математику. Скоро будет у нас отличницей. Совсем. Печеньки лопать. Смотрите, что я нашла. Да, Лиза нашла. Подожди, не тряси ее. Лиза нашла белочку. То есть, что у нас получается? Лошадка, белочка, петушок и павлин. И павлин. Да. Может быть там еще что-то есть. Прикольные печеньки. Да? Угу. Так, батареи, смотри, наше окно смотрится уже вполне так себе прилично. Красиво. Даже несмотря на бардак вокруг. Ночью мне так кажется. Ну что, вы сейчас отправляетесь убирать территорию? Спереди? Давай спереди. Давай спереди. Там вот то, что это, разлезся мешок. Надо это все по мешкам, короче. Сегодня будем, завтра будем увозить мусор. Много-много. Да? Лиза, ты сейчас уронишь и убьешь кого-нибудь. Не надо так делать. Папа, помощь. Какая помощь? Лиза, ты можешь вполне сама поправить. Не надо. Не люблю, когда придуриваются, зай. И аккуратнее. У нас вообще-то новая дверь. А ты что делаешь? Кто? Что делаешь? Не боюсь. Машки давай. Мишку оденьте, блин. Он тебя расфасовал. Короче, сегодня мы с Лизой разбираем по цветам резиночки. Спасибо, брату. Так, не надо так делать. Тебя кто-то просил это делать? Да, он большой. А? Зачем ты это сделал? Кто так делает? Смотрите, Маська сегодня съела головы от Мойвы. И все. Она с тех пор лежит, не встает. Да? Маська, ты такая большая. Ты уже не Мася. Ты уже гигантелла. А? Кому нравится наша Мася? Вот она Мася. Девочка моя. Кысочка. Кстати, ребята, у меня для вас хорошая новость. С завтрашнего дня я возобновляю съемки на канал Мои Зверята. Туда, кстати, подписчики немножечко добавились. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, а кто не добавился, переходите, подписывайтесь. В конце видео есть ссылочка на Мои Зверята. Буду там снимать вам животных. То есть, про животных теперь можно будет смотреть в основном на моих зверятах. Думаю, Сюсик. А перчик у нас до сих пор не вернулся. Что? Давайте хотя бы чуть-чуть соберем вот это все, Лизина. Богатство. Эти 4000 резиночек, кстати, Лизи я заказала на Ютубе. Они по качеству, честно говоря, немножечко отличаются от тех резинок, которые мы покупаем здесь, в магазине. Я не знаю, в лучшую, в худшую сторону я сама из резиночек не плету. Плетет мне из Лизы. Лиза сказала, что они просто тонкие. Знаете, что делает сейчас Мася? Она жует эту штуку резиночками. Ну, короче, минус плетения резинки, когда ваш ребенок плетется за резиночкой, потому что эти резиночки везде. Они вываливаются из самых, я бы, ну, как бы, неожиданных мест. И везде валяются. Вот сейчас вот Мишка, наверное, сотни-две резинок точно убил. Потому что они куда-нибудь позавалятся. Все собрать нереально. Кстати, напишите, а вы умеете плести из резиночек? У меня у самой терпения не хватило научиться. Или, может быть, стимула просто не было. Вот бы мне такие резиночки, когда я сама ребенком была. Вот бы я там развернулась. А я, знаете, что плела? Я плела фенечки. Это из мулине. Если кто помнит, ставьте лайк. Это из мулине, путем таких вот узелочков. Надо будет, кстати, тряхнуть стариной. Показать вам, как я это делала. И заодно научить моих девчонок. Кофе не нужно? Нужно? Ну, так ты его туда к компьютеру поставь. Я тут немножечко убираю. Твои резиночки спасаю. Красотиша-то какая! А четыре чуть не убил. Чего четыре? Резинки. Я сказала сотни-две. Ой, тут у тебя теперь все вперемешку. Я можно вместе с этими звездами сложу? Можно. Вот это вот все сейчас сюда сложим. Дабы не потерялось. Смотрите, кто ко мне идет. Помощница. Жеватель резинок. Думаешь, она помогать идет? Она идет жевать резинки. Сейчас мы вот это все вот так вытряхнем. Тебе вот эта штучка-то нужна? Нужна, я мне эту штуку троню. Так, ну все, Лиза пошла помогать папе в уборке. А мама продолжает нелегкую папею с резинками здесь. А у тебя печенька? Печеньку твою стащил твой брат. Так, собери себе новую фигурку. Заодно может все какую найдет. Смотрите, целый громадный пакет резинок. Я думаю, что это мечта любого ребенка. И головная боль любого родителя. Потому что, вот опять же, они все время где-то рассыпаются. Ура! Я собрала почти все резины резинки. Так, теперь надо обратно расположить ее вот эту вот штуку. Все. Ой, Маська. Маська, я где-то тут закинула резинку. Во. Все. Смотрите, сколько у нас всяких разных этих крючков. Я, Лиза, много-много наборчиков покупаю с резинками. И отовсюду остаются крючки. У нее, короче, куча теперь этих крючков. Бракованная резинка. Которой нету замкнутого кольца. Так, вроде я все собрала. Вот там она что-то плела. Вот это вот мы с вами... О, смотрите, что она плела. Вот такую вот плела. Она несложный плетет пока, насколько я понимаю. Ну, ей нравится. Вот это мне черно-белая нравится. О, смотрите, что плетет. Еще какую-то штуку. Я не знаю, что это такое. Думаю, что те, кто плетут, поймут, что она делает. Так, вот это вот явно мусор. Это у нас очередной крючок. Маська. И вот это вот сюда. Итак, вот такой вот мешок резинок. Чуть не угроза у нас еще. Если, кстати, вам интересно, что плетет Лиза, я могу это показывать вам. Пишите в комментариях, если вам это интересно. Ну что, поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok